Ёлки будут! Яркое новогоднее представление во Дворце спорта «Надежда» готовит театр-лаборатория Елены Порошиной. Репетиции идут каждый день. На одной из них побывала и моя коллега Олеся Кенфеева. О счастье и мечтах. Особое внимание к пластике тела. Все образы персонажей. Их настроение нужно передать движением. Синхронно, динамично, выразительно и выйти за грани привычного искусства. В команде театра лаборатории Елены Порошиной – профессиональные хореографы, актеры. И все продумано до мельчайших деталей. Будет подчеркнуто декорациями и костюмами. Если бы я была ребенком, я была в восторге от представления. Нас вдохновляет то, что детям это нравится. Нам хочется работать больше и для детей. Новогоднее представление готовится для семейного просмотра. Каждый увидит и найдет свое. Центральная история – сказка «Дюймовочка». Герои узнаваемы, но порой будут неожиданны. С юмором и иронией обязательно на праздники будут Дед Мороз и Снегурочка. Мой персонаж – крот. Я думаю, он получится энергичным. Может быть, костюм мы скроем как взрослый мужчина, но он будет очень подвижным, ярким. И я думаю, он будет запоминающимся. Для этого я свою изюминку точно найду в этом персонаже. Мы всегда пытаемся найти тот сюжет, который не избит. И в этот раз мы тоже пришли к творчеству не одного автора, а многих. И пытаемся сделать некий микс. Я думаю, что интересно будет и детям, и взрослым. По последней тенденции почему-то особенно интереснее молодежи. Она приходит и это радует. Видимо, 90-е дело свое сделали, им не хватало сказок. Для картинки мы берем дюймовочку, поскольку она густонаселена. Будут жуки, будут кроты, будут бабочки, жабы. Будет безумно красивая девочка, которую создал мальчик. Он сделал снеговик. И вдруг он ожил этот снеговик и превратился в прекрасную девочку. Но сказка будет о том, что нельзя тратить время в попусту. Даже если пришел Новый год и вам кажется, что все впереди, нет, ты всегда должен оглянуться назад и подумать о том, как прошлый год пришел. Зрители, актеры вовлекут свое представление. Зажигать елочку. До и после можно будет поиграть с персонажами. Первая елка пройдет 29 декабря, а потом ежедневно до 7 января. Смотрите на эту команду, это красивые дети, это потрясающие лица. Физически они все готовы. Дети, согнитесь сильнее, мне неудобно перед камерой. Еще более. Они классные. Они просто классные, они бомбические лица. Сами придете, от них столько посетила. В этом году театр-лаборатория Елены Порошиной стал урядом национальной премии «Театр МАЗ» имени Мирхольда, причем в нескольких номинациях. Это высшая профессиональная премия в области массовых форм театрального искусства. Учреждена Союзом театральных деятелей Российской Федерации при поддержке Министерства культуры. Учреждена Союзом театр-лаборатория.